МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как приятно после трудовой недели и суеты отдохнуть и провести выходные вместе со своими детьми. Как это сделать интересно и незабываемо, нам расскажет сегодня Ирина, Евгений и их дочь Златочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Златочка. Привет. Ты можешь пока поиграть игрушками, пока мы с папой и мамой пообщаемся, хорошо? Скажите, пожалуйста, Ирина, вы детский педагог. Как вы думаете, почему так важно в выходные не заниматься какими-то рутинными нашими обязанностями, делами, а все-таки хотя бы немножко, но уделить время детям? Ну, в первую очередь, это потому, что проблема нашего века сейчас — это дефицит времени. Все родители заняты, и получается, раньше, вот я помню, ещё в моём детстве дети всегда ждали выходных, потому что это возможность, когда мама с папой не работают, и у тебя есть надежда на то, что они проведут с тобой время. Сейчас, к сожалению, дети понимают, что выходной, невыходной, суббота, воскресенье, будни, родители заняты всегда, круглые сутки. Поэтому ребёнок не ощущает счастья выходного дня. Не удерживает внимания. И поэтому действительно очень важно находить это время, чтобы ребёнок понимал, что да, всему своё время. Есть время, когда родители работают, есть время, когда родители с тобой могут быть рядом и уделить тебе внимание. Ну, то есть стоит выходные как-то поделить, в какое время делать какие-то домашние обязанности и какое время уделять детям. Да. И даже, мне кажется, даже если это домашние обязанности, то можно это делать с ребёнком и тоже эти же домашние обязанности превратить в игру, в какое-то увлекательное приключение, путешествие, когда ты можешь побыть с ребёнком, когда вы вместе это делаете. Как в вашей семье вы распределяете время? Когда вы занимаетесь с ребёнком, а в какой день вы занимаетесь обычными делами? Для нас, например, самый особенный день — это суббота. Например, в течение недели мы тоже заняты, как и все родители. Я работаю, муж занят, доченька наша в садик ходит. А вот пятница вечер, суббота — это то время, когда мы всегда вместе, когда мы всегда уделяем время друг другу, общение. И это для нас вот такое незыблемое правило. А почему вы именно субботу выделяете как какой-то особенный день? Ну, суббота — это вообще особый день в отношениях между Богом, между человеком. Это тот день, который Бог ещё изначально, от сотворения мира в Священном Писании написано, определил для общения между Ним и человеком, и между друг другом. Поэтому суббота — это особый день, когда можно провести его вместе с семьёй, со своими родными, близкими, а также в церкви. А у вас есть, может быть, какие-то специальные традиции? Как вы готовитесь к субботе? Расскажите, пожалуйста. Ну да, это, конечно, суббота для нас — это праздник. Потому что, доченька, какой твой самый любимый день? Суббота. И причём, действительно, она растёт со сознанием того, что она ждёт субботу, потому что суббота — это праздник. И я ей, когда мы занимаемся, я всегда говорю, доченька, ну что такое суббота? Ну, во-первых, для нас это Божий день, а во-вторых, она говорит, суббота — это день счастья. То есть день, когда действительно дома праздник. Особенные игры, особенная еда, особенная атмосфера, особенные игрушки. Поэтому она этот день ждёт с нетерпением. Ну, относительно нашей семьи, у нас много очень семейных интересных традиций. Мы с некоторыми можем поделиться. Конечно, интересно. Ну, вот, например, Златушка, принеси, пожалуйста, коврик. Покажи. Коврик. Как называется этот коврик? Как называется этот коврик? Молитвенный коврик. У нас такой есть. Ему уже пять с половиной лет. Всегда, когда мы молимся, встречаем субботу, мы становимся на этот коврик. С этой стороны у нас папа, мама, и Златочка посерединке. Она всегда несёт этот коврик. Это её обязанность. Он у нас лежит на определённом месте. Мы по нём не ходим, только вот она приносит на молитву. Ну, затем у нас есть такая специальная субботняя коробочка с субботними сюрпризами. Это субботние игрушки. Златочка, принеси, пожалуйста, субботнюю коробочку. Корзиночку, да. Маме. Вот у нас есть такая субботняя коробочка. Мы её достаём только в субботу. Там хранятся специальные субботние игрушки, которыми наша доченька не играется в течение недели. Поэтому в субботу она очень радуется, когда вот такая коробочка сюрпризов. И ждёт эти игрушки, да? Да, когда её ждут такие замечательные игрушки. Это тоже своего рода радостное впечатление. Ещё у нас есть такой субботний рюкзачок. Златочка, покажи. Ну, в субботу мы всегда ходим в церковь, и вот такой рюкзачок она собирает с собой. Там у неё хранятся тоже субботние игрушки, субботний блокнотик, субботние карандашики, ну, разукрашечки интересные. То есть это тоже такая особенная вещь, которую она понимает, что когда наступает суббота, она может... Она готовит уже сама складывать этот рюкзачок. Да, она заранее готовит в пятницу, она готовит. А у вас как-то распределяются роли? Вот что делает папа накануне субботнего дня? Что делает мама? Да, у нас встреча субботы, как бы есть градация, есть распределение обязанностей. Любимая всегда в пятницу вечером готовит что-то особенное на ужин. То есть это какое-то блюдо особенное, такого, которого нету в среди недели. То есть и всем семействам мы ожидаем этого. Вот, также есть у нас отдельная субботняя скартерть, которую накрываем стол только в субботу. В среди недели мы ее не накрываем. Также мы, когда встречаем субботу, мы зажигаем свечки. Мы этого не делаем в среди недели, делаем только в пятницу вечером, накануне встречи субботы. Создаем определенную атмосферу. Да, определенную атмосферу, определенный уют, который будет создавать хорошую атмосферу. Праздничное настроение. А еще я хочу добавить, что у нас особенного такого в субботу, что ребенок наш всегда ждет. Ну, во-первых, мы всегда вместе поем, у нас специальный коврик, мы всегда после того, когда поем, молимся, обнимаемся. У нас есть такие маленькие, я называю это молитвенные изюминки. Мы можем показать. Златочка, давай покажем, как мы строим домик. Давай скажем, итак, пол, стены, потолок, крыша, окошко. Закрывается молитва, она начинается. И всегда, когда мы помолимся, мы что делаем, доченька? Обнимаемся всегда, вот так крепко-крепко. И, кстати, знаете, я вспоминаю, мы решили с мужем, что когда только у нас родилась доченька, мы будем уже практиковать все наши традиции, которые были у нас еще до рождения дочери. Просто с появлением доченьки мы их стали более как бы расширять, модернизировать, углублять. И интересный был такой момент яркий. Я запомнила, когда ей было 9 месяцев, мы всегда молились на коврике, ну, она ползала возле нас, и всегда после молитвы мы обнимались. И наступил такой момент, когда ей было 9 месяцев, буквально до того момента, когда она пошла, когда мы говорили «Аминь», она начинала смеяться и бросалась к нам с объятиями. То есть, почему это важно? Что у ребенка формируется какое-то позитивное восприятие субботы, молитвы, празднества. И она уже знает, что это что-то такое приятное, это что-то радостное. То есть, это любовь друг к другу, которая проявляется через такие интересные моменты. А вы вот эти традиции откуда-то переняли? Женя сказал, что бабушка ему какие-то традиции передала. А вот откуда вы еще их берете? Или это вы все, что придумываете? Ну, вот в принципе, сама основа встречи такой, торжественной встречи субботы, когда, например, мы читаем Библию, мы всегда стоим. Это вот из Женечкиной семьи. Спасибо ему, конечно. Это как бы он научил нас, он принес нашу семью. А что касается каких-то методических, интересных таких вот, ну, зарисовок, идей, что-то я вычитываю, что-то я придумываю, что-то из журналов читаю и потом как-то переделываю и привношу в нашу семью. То есть, вы знаете, с миру по нитке семейную купилку. Ну, вот в Библии написано, что в субботу нужно отдыхать и ничего не делать. Ну, как-то сложно понять, как это ничего не делать и что делать с ребёнком, потому что мы знаем, что дети, они не умеют отдыхать, они умеют бегать, прыгать, стоять на голове и всё остальное. Вот что можно посоветовать родителям? Как провести этот день с ребёнком? Что можно делать? Ну, мне кажется, самое главное, что ребёнок должен понимать, что суббота — это тот день, никогда что-то нельзя. Там нельзя вырезать, там нельзя прыгать, бегать, нельзя там в садик ходить. А в субботу нужно сделать днём счастье и показать ребёнку перспективу всего того особенного, яркого, интересного, чего можно делать в субботу, что приносит радость, что благословляет Бог и делать акцент именно на этом. Мне, например, мы решили в своей семье, что каждую субботу мы доченьке ей дарим какой-нибудь маленький сюрприз. И она знает, что за всегда мы сначала поём, там молимся, потом у нас торжественный ужин, там тортик, либо что-то сладенькое, и у нас там коробочка стоит на холодильнике. Говорит, мама, папа, а свободный сюрприз вы не забыли? И в общем, у нас всегда с таким нетерпением. Ну, у нас есть коробочка, и такая, и побольше, и вот она всегда открывает, и это может быть либо барня, либо какой-то сок, либо разукрашечка, либо ручечка какая-то маленькая. А ну-ка, Златочка, открывай коробочку, какой там сюрприз тебе? Посмотри, какой сюрприз. Что там такого интересного, вкусненького? Так, ну-ка, что там, Златочка? Покажи нам что-то. Покажи. Вот такая маленькая приятность. Вот. Вот казалось бы, вот такие... Это можно тебе? Можно, можно, Зайка, да. Можно есть. Да, можно сейчас. Пусть папочка тебе откроет, хорошо? Да, вот такие вот совершенно мелочные, приятные моменты, они создают атмосферу всего праздника. Что касается детишек, что хорошо сделать? Мне кажется, задача родителей, это направить неиссякаемую энергию ребёночка в правильное русло. Ну, первое, что мы делаем, это, что касается таких пассивных методов, ну, например, можно достать семейные альбомы. Ну, дети, вот наша Златочка, она с удовольствием. К сожалению, редко у кого они есть, дома компьютера хранится. Да, ещё вот есть. И она с радостью смотрит, вот когда она родилась, вот какая она была. Это Златушка, да? Матенька. Вот, потом она смотрит, там, про маму с папой, какой мама была, когда у неё животик был. И когда мы смотрим эти семейные альбомы, мы всегда говорим, ну, это как бы книга памяти нашей семьи. То есть мы говорим, что, доченька, мы тебя ждали, мы долго молились, что Бог тебе нам дал. Потом мы там ехали в лагерь, потом мы там к бабушке ездили. То есть, таким образом, она тоже вспоминает, и у неё такое позитивное какое-то восприятие, что Бог с нашей семьёй у нас ведёт, он нас благословляет и все приятные моменты от него. В общем, что ещё можно сделать? Я рекомендую с детками не просто рисовать, а готовить какие-то интересные зарисовочки, заготовочки. Ну, например, когда ребёнку даёшь просто белый лист и говоришь, ну, вот займись рисованием, вот как бы, чтобы ты там мне не мешал, чтобы ты спокойно себя мог вести. Ребёнку не так интересно. А когда ты готовишь какой-то шаблон, например, у нас есть серия таких вот как бы разукрашек, там разные цветы. Тут можно и название цветов выучить. И заранее название цветов можно учить. И она вот смотрит, например, по шаблону, разукрашивает. И можно какие-то приятные моменты обсуждать, что там, как ухаживать за цветами, что можно подарить там бабушке или мамочке. То есть таким образом ребёнок, ему есть чем заняться и все счастливы. Очень хорошо в субботу читать. Потому как вот для нашей семьи, хотя мы каждый день читаем, но, конечно, мало времени. Перед сном мы читаем и утром. Утром торопишься в садик, вечером торопишься в спадке укладывать ребёнка. А суббота — это время, когда можно такое… Отдохнуть. Отдохнуть, никуда не торопиться. Мы, например, садимся все вместе на кроватку, укрываемся одним одеялом. Это так интересно. Мы берём, вот она берёт какие-то любимые книги. Вот у неё есть Библия, например, своя закладочка у неё. И можно никуда не торопясь спокойно читать. Но это если ребёнок сам не умеет читать. А если уже старший, всё равно им нужно читать какие-то моменты. Да, им нужно читать, но вот старших детишек нужно приобщать к более самостоятельным видам деятельности. То есть им уже нужно говорить, какую ты историю нам подготовил. Им можно давать задание. Например, там вот, Светочка, вот тебе такое задание, скоро будет суббота, ты подготовь какую-нибудь интересную историю, нам расскажешь. Либо обыграть как-то костюмированно эту историю. То есть если детей несколько, они могут сделать инсценировку. Это очень интересно, да. Очень хорошо для детишек постарше тоже можно играть в пантомиму, либо игра крокодил, когда они показывают какую-то библейскую историю, либо знакомую историю, может быть, из жизни, из какой-то любимой книги. И мама с папой, они вот как бы пассивные слушатели, но не угадывают. Таким образом, дети, они тоже задействованы, не знают, чем им заняться, и что они уже что-то доброе могут сделать для родителей. То есть они не от родителей что-то ждут, да, а сами что-то делают. Ну, я вот, например, что касается взрослых детишек, могу вспомнить, в нашей семье был такой вот самый радостный момент. Мне было, наверное, от 10 лет, вот когда мы начали это практиковать, я пошила сама такой вот мешочек, и сама придумывала библейскую викторину. То есть, ну, не обязательно библейскую, просто викторину с какими-то вопросами, у меня там были библейские вопросы и загадки, юмористические какие-то вопросы. И я сама каждую субботу готовила вот такую игру для своих родителей. То есть у меня мама с папой были как бы две команды, я подсчитывала баллы, кто выиграет, папа или мама. В течение недели я собирала денежки, сама покупала какую-нибудь там конфетку, либо там хлопушку, помню, покупала, какие-то резиночки там, прянички. И я всегда ждала субботу, потому что я знаю, что я чувствовала, что мне 10 лет, но я уже что-то могу сделать со своими родителями. Они вытаскивали эти вопросы из мешочек, по очереди читали. Например, когда папа отвечал там ему плюсик, когда мама не отвечала, ей минусик. И в итоге, конечно, вот эта вот игра, она у нас занимала достаточно долго времени, ну, наверное, больше часа. Все были в восторге, и папа, и мама, и я. Здорово. А что еще можно деткам предложить? Вот чем заняться в субботний день, особенно когда плохая погода на улице, и нельзя сходить погулять? Для самых маленьких можно сделать следующее. Мы в субботу всегда поем. Детки, они любят петь, кто-то любит больше петь, кто-то любит больше играть, но песни с движениями любят все, потому как песни с движениями это и игра, и пение одновременно. Ну, у нас есть такие вот игрушки интересные. Златушка, иди покажешь. У нас есть вот такие игрушки, у нас их очень много, такие пчелки. Вы сами шли? Нет, это мы покупали, это наша семейная коллекция. Вот, такие игрушки. Папа тоже участвует в таких играх? Да, как же, пусть папа оденет эту игрушку, чтобы вам ответ забрало. В общем, мы всегда поем там песенку «Доброе утро, дружок», Златочка одевает к себе на ручку, мы к себе, и вот мы всегда вот так здороваемся, там целуемся, обнимаемся наши зверюшки, вот всегда здороваемся, привет, привет, суббота от тебя. Ну, вот мы поем такие песенки. Для ребенка это большое счастье. Что еще можно делать? Можно как-то активно проигрывать какие-то истории. Ну, вот, например, буквально месяца два назад мы были дома, и мы с Златочкой читали историю библейскую про то, как Господь сотворил чудо из пяти хлебов и двух рыбок. У меня под рукой был, я сделала заготовочку такого из соленого как бы теста, пластилина, и когда я ей читала историю, я говорю, давай ты слепишь то, что мы будем читать. Вот мы с ней лепили две рыбки, вот там я ей помогала, пять хлебушков. Таким образом, эта вот история для нее была очень яркой, и когда папа пришел, она рассказывала, папа, мы сегодня делали сами такую историю. То есть можно вот какие-то активные такие виды деятельности использовать. Что еще хорошо? Есть вот такая вот идейка. Сейчас мы вам покажем. Есть такая вот веревочка и такие прищепочки. Оль, поможете? Давайте. Так, есть вот заранее можно повесить веревочку, либо на сервант, либо где вам удобно. И есть такие вот у нас как бы, ну, такие записочки мы пишем, как бы просьбы к Богу. Ну, например, первое, спасибо за хорошую погоду. А вторая просьба, чтобы бабушка не болела. И вот, например, всегда с правой стороны мы вешаем благодарность, то есть за что мы хотим сказать спасибо либо друг другу, либо Богу. А в левую сторону мы всегда вешаем какие-то просьбы, то есть чего бы мы хотели, какая у нас есть нужда. И вот таким образом, когда висит эта веревочка, проходит время, и бабушка выздоравливает, Бог отвечает на нашу молитву. И ребенок может взять эту прищепочку и передвинуть ее на другую сторону. То есть вот так Бог отвечает. То есть эти листочки остаются постоянно, пока молитва не исполнится. Да, да. Таким образом мы довешиваем новые листочки каждую неделю, какие-то снимаем, какие-то. Вот это может быть тоже вот таким вот интересным времяпрепровождением для ребеночка. Очень хорошо в субботу делать ярко. Каким образом? Это использовать какие-то, может быть, фокусы с какими-то интересными и полезными выводами. Можно использовать какие-то... Вы имеете в виду какие-то химические опыты? Да, химические опыты. С природным материалом? Да. Я это называю предметные уроки, когда вот, например, мы берем зонтик, раскрываем его и говорим, вот так же Бог нас защищает от неприятностей, от всего плохого, от неприятных поступков. И ребенку это наглядно, приятно и полезно. Да, спасибо большое. Это все интересно, но мне кажется, что это все подходит только для малышей. А если вот детки старшие, подростки, молодежь, то им это будет, мне кажется, неинтересно и не сможет их привлечь. Что делать в этом случае? Им интересны компьютеры, телефоны, фотоаппараты, я не знаю. Сегодня все подростки, более старшие, скажем так, дети, они с гаджетами, с планшетами, с айфонами, айпадами и так далее. И это все мультимедийное сегодня. И они фактически информацию воспринимают через мультимедиа. Но можно их как-то привлекать к тому, чтобы они это мультимедиа создавали сами. То есть самим что-то фотографировать, что-то снимать. Может быть, то, что они снимут, в YouTube выложить в тот же самый или в свою социальную сеть, какие-то определенные фотографии, съемки того, что они могут видеть, созерцать и делать и так далее. То есть что-то полезное, то, что они могут какие-то социальные ролики, даже маленькие. Конечно, конечно. Сегодня мир такой, что ты не должен создавать что-то гипер-такое крутое, а сегодня вот ты снял на свой айфон и это же сразу выложил в сеть. Сегодня вот этим живут подростки. Спасибо, да, возможно. Ну, я хочу рассказать о некоторых играх, которые можно использовать вот для деток более старшего возраста. То есть это еще не подростки и не дети, ну, скажем таки, предподростковый возраст. Что можно использовать? Ну, есть такая вот игра, мы в нее в моем детстве дома всегда играли, она называется «Духовный меч». Что это такое? Для этой игры у каждого должна в руках быть Библия. Ну, своя собственная, либо, может быть, позаимственная у кого-то, да. И в игру играем так. Называем библейский текст, например, Иоанна 3,16. И вот на скорость кто как можно быстрее откроет, вот найдет эту Библию, этот стих, эту главу. Ну, таким образом, ну, как бы эта игра, она очень подзадоривает детишек изучать и Библию, и как бы, и как можно быстрее открывать библейские тексты, и ориентироваться, и любить эту книгу. В конце тоже можно какой-то приятный сюрприз, например, подарить друг другу. Это тоже такое веселое времяпрепровождение всей семьей. Детки среднего возраста, они вообще любят какие-то соревновательные такие моменты. Вот я не знаю, хорошо это или плохо, а с другой стороны, ребенок же обижается, если он проигрывает. Ну, мне кажется, не то, что как бы проигрывает, ну, сделать, например, каждому в конце сюрпризы. Тут же главная цель действительно этой игры. Победила дружба. Да, не то, что кто-то победил, а чтобы они могли как-то активно что-то сделать, чтобы их мысли направились в правильное такое русло, чтобы они не скучали, не грустили в субботу. Есть еще такая интересная игра. Например, что делать, если вы в субботу там куда-то идете, либо, например, либо в церковь, либо на прогулку, либо еще куда-то. Во что поиграть с ребенком, чтобы это было полезно? Есть такая игра, тоже для детишек постарше, но я ее так назвала «Игра в имена». Каким образом в нее играется? Например, вы начинаете с первой буквы алфавита, и все по очереди, там, сколько у вас деток, например, мама, папа, может быть, бабушка, с кем вы идете, и по очереди, кто больше имен скажет на эту букву. Любое, женское, мужское? Любое, да, библейское. Например, там, буква А, Авраам, Авель и так далее, буква Б, на букву Б, на букву В, на букву В. Там есть такие имена, что ты не запомнишь даже. И, кстати, я хочу сказать, что такая игра, она подзадоривает детишек изучать, вот знаете, родословную библейскую, когда кучу-кучу разных имен, и чаще всего деткам это не очень интересно, они пропускают. А тут среди недели они стараются выискать какое-то интересное имя, название, может быть, или название города, или какое-то явление. Это тоже интересно, когда всей семьёй идёшь и играешь по порядку. Может быть, больше всё-таки средних, как, детей среднего возраста отправлять куда-то на улицу, на природу, чтобы они дышали воздухом, потому что вот эта энергия, которая у них есть, она четырьмя стенами не ограничивается. Да, я согласна, действительно, что вот эту неиссякаемую энергию детскую нужно направлять в правильное русло. И только тогда, когда мы показываем им спектр разных интересных вот таких вот возможностей что-то сделать, тогда им интересно. Ну, вот сразу идейка у меня, пока я вспомнила, что можно сделать на природе? Это, наверное, другие корзиночки. У меня есть вот такая лупа, есть такая коробочка. Когда детишки выходят, например, после обеда на прогулку, либо в субботу вечером, можно им дать такую игру, как субботнее коллекционирование. Коллекционирование. Жучков собирать и складывать коробочку? Да, ну, может быть, я не знаю, как насчет жучков, но вот нам очень нравится делать это с каштанами. Буквально вчера вспоминали, ребенку было так интересно, с каштанами, с жалудями, с камешками. То есть искать все то интересное, что у них есть под ногами. Например, можно так, что в одну субботу, например, вы коллекционируете красивые каштаны разные, в другую субботу там желудки, камешки, травку, цветочки. Или кто найдет самый большой каштан, да? Да, или там может быть грибы, я не знаю. Это может быть интересно. И вот когда вот ребенок с лупой все это смотрит, есть возможность размышлять о божьих чудесах, о том, какой великий наш Бог, и как много всего интересного, уникального он делает для нас, чтобы мы были рады и довольны. Да, действительно. Я хотела бы еще, подводя итог нашей программы, спросить у вас, Евгений, все-таки вот если обобщить, то что должны делать родители для того, чтобы суббота стала вот таким особенным днем счастья и радости для детей? Как говорится, самое главное, когда время проводишь с детьми, и не всегда это бывает количество достаточного времени, проведенного с детьми, но всегда очень важно качество, которое, как ты это время можешь провести со своими детьми. Поэтому самое главное, когда мы проводим время со своими детьми, это атмосфера, которую мы можем создать, это обстановка, в которую мы их помещаем, для того, чтобы им было комфортно, приятно, интересно и свободно. Спасибо вам большое, Евгения и Ирина, за ваши интересные идеи и ценные советы. Дорогие друзья, я желаю, чтобы для вас и для ваших деток суббота тоже стала особенным днем радости, когда вы сможете провести время со своими детьми. А если у вас есть вопросы по их воспитанию, обращайтесь к нам в группу ВКонтакте «Детонация» или звоните на телефон и контакт-центра 0800 30 20 20. Звонки со всех телефонов бесплатные. А я с вами встречусь ровно через неделю. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»